Shadow Demon резко становится крутым, увидев Нагу. Потому что Нага с иллюзиями становится в нынешнее время сильной, иллюзии хорошие. И, уважаемые работяги, вы помните, что я говорил про ЛД в начале драфта? Вы помните, как я вам рассказывал про сногсшибательную связочку, Вингау-Д, там свап, астральчик, свап, все дела? И вы видите, что я видел пик наперёд. Может быть, даже не знаю, но Фир слушал мой стрим, на нашу трансляцию. Вот он начал пикать Вингау, а потом уже дошёл до пика УД, как раз прошло время. Он такой, о, а Ластес-то дело, говорит, и берут УД. Всё так и было. УД крут против Драгонайта. Против Наги я его вообще ни разу не видел. Я, в принципе, Нагу редко видел, поэтому против Наги не говорю, избрать. Но в целом он сплэшем бьёт, то есть иллюзию бивает, и мне УД нравится. Мне УД очень нравится. Главное, каким-то образом пережить комбинацию Слип плюс Блокхол. Это самое главное. Если они переживают комбинацию Слип плюс Блокхол, то всё у Гамбит будет нормально. Нет, всё у Флайта Мун будет нормально, но... Драфт снизу очень крут, если Флайта Мун подставляется. То есть, если 5 героев оказываются в одной точке, и туда даются Блокхол, они все умирают. Причём у меня складывается впечатление, что Гамбит и Спорт даже без артефактов их могут убить. Соответственно, пик снизу реально крут. Сразу видно, что у ФНГ там хаос. Начинаются вот эти его... Ну, сейчас я на пику имба стратегии, и мы победим. И вот он, пошёл драфт. Ну, вы сами видите вот этот драфт. Вот Нага, сразу Энигма, Джакира. Короче, понеслась. В этом пике мне нравится всё, кроме... Ну, ОД мне нравится против Наги. Не ОД, а Шадоу Демон. Но кроме Шадоу Демона, мне реально всё остальное тоже нравится. Мне очень нравится комба ОД и Винга. Она очень сильная. Пусть даже у Дени получает столько бафов от Винги, потому что всё-таки он специалист чистым... Ну, на чистом уроне. И минус броня как бы не так хорошо заходит, но сама по себе сочетаемость героев очень хорошая. То есть можно их называть сочетаемостью, можно называть синергией. Ну, или ещё можете пару слов предложить. Я, может быть, пару слов выучу. Буду надрасляться их пользоваться. А то я там почитал фидбэк. Мне сказали, что я занудый, и меня вообще невозможно слышать. Я, ребят, скажу честно, я не хотел. Я как бы аналитич. Я бы ни за что в жизни не слушал аналитика. Потому что я, как честный аналитик, прекрасно знаю, что я, ну, как бы... Ну, я шарю. И пику до этого подтвердил, я реально шарю. Вот, соответственно, я слушал, не знаю, там, весёлых челиков, которые там шутят и так далее. Но у меня в жизни с шутками всё грустно, поэтому... Сорян. Мои тысячи извинений. Поехали. Так, ну, прикольная фишка от Наги. Она пошла с собой, она находит Дума. У Дума ноль брони. Надо бить, просто бить. Бить, бить, бить. Забирать руну. Руну он не забрал. Но попытка была неплохой. Наги очень удобно хитоваться с Думом. У Дума ноль брони. У Наги шесть. И у Наги высокий атак спид. У неё 3.7 ловкости. Базовый 21. Дума базовый 11. Ну, урона, конечно, чуть больше, но... Броня решает. Атак спид тоже решает. Энигмы сложные. Мы очень давно не видели Энигм на троечке. Это довольно-таки редкое явление. Почему? Потому что она из четвёрки делает всё то же самое и выносит почти столько же артефактов. То есть сейчас они её отправили в сложную линию и якобы они жертвуют её фармом. Жертвуют фармом своего саппорта. И, соответственно, когда Энигма будет заходить под вышку с идолонами, Респирту, по идее, нужно укатываться, чтобы Энигма получала фулл эксп. Так, тем временем убили шаду демона. Интересно, как они его могли убить, учитывая, что у них... А, ну, видимо, он сам пошёл за Джакиры, но... Странное зрелище, когда забирают шаду демона. А, его забрали, потому что Дум здесь бегает. А шаду демон пытался в Солянову убить Джакиры, находясь на линии 1х2. Ага, вот туда. Ну, ну, фиры с характером. С таким прям хорошим характером. То есть в Солянова нападает 1 в 2, а даёт фирсблат, и это нехорошо. Это очень нехорошо. Джакиры могут успеть купить себе быстрый сапог, например. Сапогом очень легко нагонять это и чековать. Того же шаду демона, того же Дума. Ну и в целом мы видели, что если у ФНГ игра не пошла, он не успел купить сапог, там поход начинается лютая дичь в голосовой связи, и они консидуют на 20-й минуте. Самое интересное вот здесь. То есть здесь такая линия, при которой идёт вечная борьба. То есть ядолончики есть, ядолончиков могут убить за счёт вейвов террора и за счёт фантомочки. Из ядолончиков даёт прилично голды, и в целом вот нападать на них и убивать. Ну, добить. Вот 20 голды. Убил 2 ядолончика, как будто убил 1 крипа. Убил 2 ядолончиков, как будто 2 крипов убил. При этом если быстро убивать ядолонов, и они не успевают размножаться, то... Они не приходится тычковаться, а у фантомочки топорик, фантомочка в ближнем бою, и у неё хорошая тычка, добивать сложно. Тем временем сверху замес, 4 стака. 4 стака на ФНГ, ФНГ борется как лев львиной, но на эфир его забирает хорошо. И я прям чувствую уверенность в этом шаду демони, который даже несмотря на свою смерть, продолжает идти и дамажить. Всё, что ему нужно сейчас, это иметь много маны. Чем больше у него маны, тем больше он может набегать и по кулдауну спамить Shadow Poison. То есть у него базовые вот сейчас 300 маны есть, он может, допустим, дать где-то 6 раз Shadow Poison, 1 раз Disruption. Сейчас ему нужен сапог. Если он берёт сапог, то в принципе он может найти Джакира. Джакира не купил сапог, он купил сапорчищ артефакты, и если Shadow Demo найдёт Джакира, то в принципе его способен соло заковырять. В миде самое, наверное, скучное противостояние стоит Мистер 11 ХП Регена, против Мистера я кидаю в Астрал по КД, добивая крипов, и здесь убить кого-либо до 6 уровня вообще нереально. Это просто невозможно. То есть просто в Астрал добивать крипчиков, а с другой стороны по кулдауну спамить Брэсфайр и тоже добивать крипчиков. Вот такое интересное противостояние в миде. Продолжается агрессия. В очередной раз неплохо, но Фир нападает на Джакира и Дум отличнейшим Инфернал Блэйдом стопает Шадо Демона. Наверное, если Шадо Демон умер, да, просто умри. То есть как бы он быстренько вернется на базу, он придет на эту линию, у него будет сапог, у него будет винлейс и Джакира находится в весьма невыгодной ситуации. То есть на этой линии, если Джакира подходит, он получает Disruption и в принципе его не отпускают. Из-за того, что у Дума есть Тандер Клаб, а это 150 урона плюс Инфернал Блэйд. Вингуте временем забрал Эрспирит Солянова и здесь бегает Фантом Ассасин и вопрос, зачем? Что это за мувы? Как бы вот... А тут еще и УД, на него нападает ФНГ и врывается Эрспирит и УД должен погибать хорошо. Фантомочка прыгает на Эрспирита. Ну, окей, она его заберет, но, блин, сколько же... Она его даже не заберет, лол! ШД пошел, всех заберет ШД. Красавчик! Еще яд! Давай еще один стак, тычку! Или взрывай! Красава! И в итоге Фантомка проделала нереальный путь, она прибежала в центр, у нее нет сапога, она бегает и... тратит очень много времени. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, эти киллы не окупаются. А особенно не окупаются киллы, которых нет. Даже если бы она убила Драгон Найта, по-моему, это все не окупается, она слишком много времени пробегала, и пока она бегала, Энигма уже пуштуешь. Ну, вот лучше всего уже смотреть не на Крипе, а по Нетурсу. Вот Нага, которая стоит, никого не убила, просто имеет 2 ассиста, уже 3000. Фантомка побегала, ну, ассист получила, у нее 2 200. Сделаем небольшую скидочку на Идалончиков, но даже с этой скидкой все печально. Он возвращается на легкую линию. Здесь по-прежнему Ирспирит вместе с Энигмой. И если на эту линию не придет ни один из суппортов, то прямо сейчас вышка падет. Нужна помощь. Помощь нужна от Шадоу Демона. У Шадоу Демон имеется ТП. Шадоу Демон может помочь ребятам. Потому что иначе реально вышку упают слишком быстро. Надо только, чтобы Идалончики размножились. Пока только двое. Да, Шадоу Демон здесь. Шадоу Демоном ребята чувствуют себя поувереннее. Они понимают, что они не пропушат, поэтому просто уходят. У Джакера и Ирспирита много вариантов. Они могут захватиться в центр. И с Драгонайтом на 6 уровне они очень быстро убивают УД. Они могут пойти на легкую и убить Дума. То есть два таких приятных саппорта, которые могут в любом месте просто прийти и раздамажить. Замедление, станчик. Потом еще закатывается Ирспирит со своими сайленсами. И все работает. Абсолютно все. Так, Джакера полетел на центр. Это, видимо... Что это было? Прям хочется за ним смотреть, что он делает сегодня. Учитывая, сколько Артем любит бегать, у меня есть ощущение, что ему реально нужно сапог просто купить и радоваться жизни, потому что он очень много бегает, но без сапога это такая грусть. Я не имею ничего против, но сапог он реально... Мне кажется, вообще ему на четверке надо играть, потому что он... Он прям вот в нем... Он прям хочет воевать. Видно, что он перемещается тот туда, тот сюда. И в итоге легкой линии вообще никого нет. Обычно, когда Корр уходит в лес, обычно, когда Нага уходит в лес или там куда-то еще, обычно остается саппорт, он просто получает эксп. Потому что обычно саппорт без сапога делает на карте немногое. Но он хочет. Он хочет воевать. И он здесь. Айс пас пошел, Дуал Брэс пошел. Ну, Фиры, естественно, забирают, но дороговато. Четыре героя здесь. Потратили довольно-таки много времени. Я уже молчу про то, что здесь стоит Дум. Просто вообще линию оставили. Говорят, Дум, ну... Ну, качайся, что ли? Я, конечно, понимаю, что она качается, но кому-то, кому-то нужно прийти и забирать эксп хотя бы. Потому что эксп уходит очень много. А экспа очень важна. А ее никто не берет. Печальк. Но Нага молодец. Нага умничка. Нага очень хорошо фармит. Хороший билд. Без сетки, без сна. Просто на кач. Еще можно какой-то рейндроп взять. Такой дешевенький артефакт, просто чтобы всегда была мана. И тогда по кулдауну можно спамить иллюзиями. А так мана заканчивается, и все. Можно в мейстер рейндропа кларити таскать, например, две штуки. Тогда он реально просто по кд жмет эти иллюзии и очень-очень быстро фармит. Тем временем ОД. Попытка забрать на ОД хорош. Тут нападает на Вингу, на Винга. Ну вот. Вот он был хорош, пока не стал пытаться забирать баунти руны. Ну. Как бы окей. Он, конечно, баунти руну забрал. Но все-таки отдавать нагу с первым нетворсом не есть хорошо. Так. Ну, это на эфир. Он там развлекает. Кстати, развлекает неплохо. За нагу дали очень много. И экспы, и голды, вы сами видите. Потомка сказала, что я не буду стоять на легкой линии. Мне не нравится стоять против Энигмы. И она ушла на сложную. Она потеряла очень много, но благодаря тому, что сейчас Нага Сирена пожертвовала собой, забрав баунти руну, Фантомочка ее потихонечку догоняет. В меде крутой пуш. Прям супер крутой пуш. И из-за того, что нет нюков на пуш у Радиент вот с этим есть проблемы определенные. То есть, там крипы, и долоны, катапульты. Вот это все бьет, все ломает. И было бы здорово иметь хотя бы одного нюкера, но его нет. В итоге, вот он УД. Его все, все вот что, что есть, его все бьет. И, в общем-то, они могут пойти Т2 побить. Просто побить, не обязательно убивать, просто побить немножко, потому что есть все ресурсы. Вот он, Драгон, Найт с формой, надо чтобы его вышка била. Джакира с Ликвидфайром, пусть и первые уровни, но все равно неплохо. Катапульты, идолончики. Идолонов нужно сейвить, нужно переагривать. Побили, заставили стянуться противника, вышка потеряла часть хп, и отошли. И очень опасный пик, если где-то Радиент и хотя бы раз нафидит. То вот это все собирается вместе, иллюзии Наги, идолонные Энигмы, форма Драгон Найта, в будущем какой-нибудь Ликвидфайр 4 уровня, и вышки падают моментально. Супер опасный пик. Так, с другой стороны, ОД имеет Мидас. Жадно. И ему надо наказывать за Мидас. Со следующей формы Драгон Найта. Кроме Мидаса у него ничего нет, даже ПТ нет. То есть, это попытка, типа, реализовать отсутствие формы Драгон Найта у противника, но главное успеть уйти. Это самое главное. Потому что вот они стоят, на самом деле у них вообще ничего нет, вот только барабаны, по-моему, и все это единственная их вещь на команду. Вышка стоит, и Нигму на позиции, Джакира подходит, и ну это это наглость. ОД с Мидасом пушит вышку, и Драгон Найт на готов. Нужно просто идти, идти, драться, вкатываться. Фирменные катушки от Мершина. В итоге вот ОД вроде бы дал ультимейт, но он даже не убил саппорта. Дум страдает, ОД появляется, ОД должны убивать, но он должен умереть, он не должен жить. ОД, который с Мидасом идет пушить, в 13-й минуте он должен умирать, ну, против любой нормальной команды, потому что это ненормально. Мидас говорит фармить, а Блинк говорит бить. И на мой скромный взгляд, это ошибка, но хотя бы ПТ нафармить, так хотя бы хоть что-то будет там. Хотя бы одна вещь в инвентаре за, ну, не считая Мидаса, за 1000. И вот он пошел. Пошел фармить. Еще он с дилей Мидас использует. Есть опытные Мидасы, они когда телепортируются, они сразу Мидас используют, а он, видно, недавно начал собирать. Может, что-то посоветовал. И пока не так умел, как хотелось бы. Так, что мы имеем? У нас Минигма очень хочет собрать Мекку, и я думаю, пойти с Меккой. Потому что в этой игре какой-то Блокинг Бар не очень смотрится из-за большого контроля. А собирать Мекку плюс, там, БКБ, потом, что там, Линкенсферу. Это что-то так долго. Можно просто забить на этот Блокхолл и давать его когда-нибудь, там вдруг появится момент, а так купить все саппортищи айтемы. Все-таки вот в их случае было бы здорово как-то в начале проявлять агрессию, пока Фантомочка бегает, не имея вообще ничего. Вот, два Брэйсбэнда и Фейсбутс. Вот первая шмотка появилась. Интересно, это чье? Не показывает. Так, давайте найдем перчатку у кого-нибудь. Подождите. У кого перчатка, ребят? Владелец. Ага, Дум. Жадина. Святыня. Нет. Это Дум. Ну, за это нужно 100% наказывать. Мы сегодня видели игру, где было два Мидоса и был Дум. И в той игре, ну, реально было видно, что команды вроде бы дерутся, вроде бы размениваются и там равная борьба, но проходит 20 минут игры, два Мидоса плюс Деваур и плюс талантный Деваур реализует себя полностью. Соответственно, вот им уже как-то можно посмелее идти, потому что у них все есть, у них все кулдауны есть, только блинка не хватает, но можно и без блинка напасть. Потому что они сейчас даже без блинка очень многое делают. Главное пропушить линии. Вот этим сейчас и занимается Нага Сирена, фантомочка, естественно, вряд ли будет сопротивляться. Дискрип кипать не особо хочется, у нее очень мало ман, она просто улетает. И это вышка. Варианты сразу пропушить другие линии. Например, вверх, например, центр, но вместо того, чтобы пропушить линию, они просто стоят вот здесь втроем. И очень много теряет от этого. Они сейчас не знают, куда именно идут гамбиты. Соответственно, вот они под вышкой и эти ребята под вышкой. В итоге они под вышкой забирают вышку, а эти ребята ничего не могут сделать. Варды у них не самые удачные, соответственно, они просто не знали, куда они идут. И тут без вариантов. Я бы на их месте пошел на Т3. А что им скажут? То есть, как минимум, вот этих всех ребят заставляем вернуться домой. Причем у некоторых кулдаун ТП. Как бы ребята уже зашли. Катапульты две работают. И вышка падает. Вот они такие пришли, и без вот этой подруги 4 на 5 они не смогут. Вот эта подруга должна лететь, если она не... А, у него кул... Ооо, у него кулдаун телепорта. У него кулдаун телепорта, те времена врывается в думу. Думу очень бьют, ему очень больно, он погибает, у него очень мало брони. Заходит Энигма, у него имеется Мекка, она хочет дать Бэкхолл, но у нее пока очень мало маны, она впитывает, она впитывает, но Мекку она дала. И, я повторюсь, пока эта подруга не придет в замес, вот это ходячие трупы. 4, 4 ходячих трупа. Если они подходят, они в этих трупов превращаются. Я не совсем понимаю, почему она не летит. Понятно, что хочется дофарм Беттлфури, но черт возьми, сейчас сторона упадет. Она упала, лол. То есть тогда, если она не приходит, приветствуется другой вариант. Они просто не дерутся, просто дают сторону, тогда нет трупов. И фантомка дофарм в Беттлфури, они играют без одной стороны. Потому что сейчас они потратили Doom, 100 секунд кд, они потратили Ultimate UD, 110 секунд, а у этих ребят на кулдауне только форма. Магнетайз откатится раньше, чем Doom и раньше, чем Ultimate UD. И все остальное есть. Вот прямо сейчас можно пойти и закончить. Прямо сейчас. Я не понимаю, почему они идут в атаку. У них кулдауны зачем? Ну, тут я уже говорил, да, тут без вариантов дать хороший блокхол. Ну, попробовал. Ну, бывает, не получилось. Ничего страшного. Но зачем? Зачем они идут в атаку? Почему? Кулдауны, ребят? В антонке-то ничего не появилось. Она бегала вот с этой штукой. Она вот здесь вот бегала. И все это время у нее эта штука, вот только эта и была. То есть, она могла драться с командой, когда были кулдауны, а теперь кулдаунов нет. У фантомки все еще не появился БФ, они идут драться. Зачем? Почему они это делают? Пощадите, ребят. Ну, и вот пик, про который я говорил. Вот против них ошибиться один раз. Вы посмотрите, сколько здесь дэмэджа по вышкам. Вы посмотрите, как они бьют. Идолоны, Джакира, Драгон Найт. Сейчас иллюзии Наги скоро будут. Свап. Мне кажется, не того. Свапнули? Ну, ладно. Может быть, и того. Давай, 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 давай. Добить! Все, это провал. Он жив. Ну, я считаю, что Драгон Найт последняя цель, которая свапать. То есть, ну, приоритет, естественно, Нага. У нее есть сон. Если ее не убить, то она просто нажмет на слип. Это приоритет номер один. Ну, приоритет 2, кто потоньше. Драгон Найт это пассивка четвертого уровня. 2000 хп, и убить его сложно. У Закира 4 брони, 1200 хп. У Эр Спирита 7 брони, 1600 хп. У Уникмы 1400 хп, 12 брони. А у Драгон Найта, черт возьми, почти 20 брони, 2000 хп. Почему его убьют? Так, в итоге поймали на эфира. И есть 25 секунд. У Рэддиан сейчас есть возможность перевернуть игру, если они все сделают правильно. Нужно дать хороший дум. У Наги нет сна. В общем, нужно сделать все очень красиво, долго объяснять, нет времени объяснять, нужно дефить базу. Сейчас у них единственный шанс выиграть игру. Вот только сейчас. Ваш капитан, очевидность. Ваш капитан. И вот прямо здесь они его проиграли. Все, работяги. Заливаем квартиру. Заливаем квартиру на Гамбит. Хотел бы сказать, но зная, как Гамбиты могут закинуть, я этого не сделаю. Я вообще сегодня на Гамбит не ставил. Они, конечно же, могут выиграть, но после того, что они делали в первой бой 103 серии, они уволены. Ну, теперь задача еще проще. Просто толпа людей идет поверху. В центре барака нет, снизу барака нет. Что им делать? Они просто идут, забирают. И даже можно не вламываться, они могут просто подождать, пока пропущется центр и пропущется низ. Я, кстати, в свое время Артему это всегда говорил. Сейчас проверим, превзошел ли ученик учителя. Кто не знает, мы с ним вместе начинали. Найс контроль. Я ему еще на пятом анте все время объяснял. Брат, ну вот постой ради Христа, ну вот просто подойди, начни пушить линию, отправляй там иллюзии наги, отправляй что-нибудь еще, ломай святыни, обставь виженом. Еще более опытная команда, ну, от них я уже этого не жду на самом деле, она сбьет Рошана. Потому что центр пушится, низ пушится, думаю нужно как бы время, чтобы отпушивать низ и все на их стороне. Главное не закиньте, ребят. Блесс РНЖ, не закиньте. Ну очень похоже на Рошана. Очень похоже на фантомку, которая гуляет. немножко посмелее, с Герошан падает, преимущество есть центр, вот крип сверху подходит, они видят героев, они видят крипов по центру. Они сейчас могут попробовать убить какого-то спидпушера, тоже опция, у Драгонета есть блинг. Вот ОД, вот он стан, Астрал он потратил, счастливо. был близок умереть, но выжил. Был очень близок, но он, молодец, красавчик. Но он был очень близок, чтобы умереть. И по-прежнему считаю, что вот, ну это неплохо, они его прогнали, теперь еще и линия снизу будет пушиться, но все еще Рошан, все еще Рошан стоит, его хочется убить. Но по-быстрому, кмон, тут люди с базы на базе сидят, им трудно выйти, у Фантомки нет БКБ. Просто так-то пик камбэкается. Если Фантомочка берет БКБ, а эти ребята не смогут провернуть комбинацию со сном, то будет беда. То есть, все, что им нужно сделать, это дать Блэкхолл Энигмы в Думу плюс один, а Винге дать, например, Куэнстан Драга Найта, например, или Айс Пас Джакира, и все. И Блэкхолл работает? Бинга не всплывает. Они что-то ждут? Вот интересно, чего? Какого-то айтема, какой... Что-то им нужно? Может быть, они просто ждут Бабочку. В целом, очень крутая идея, поскольку там МКБ будет очень нескоро. И Бабочка существенно бафнет Иллюзии и даст огромнейшую выживаемость Наги Сирени. Просто колоссальная выживаемость. Иллюзии так уже нормально разваливают, если посмотреть. Покажи нам. Пожалуйста. Мастер контроля иллюзий. Если бы он просто бил, он бы... Он хотя бы деньги зарабатывал, вот этих бы убил. А вы бы увидели. Ну ладно. Так, Дум пошел. ОД нашел Джакира. ОД нажимает на Блэкинг Барсон. Блэкхолл. Блэкхолл в Нагу. Интересное решение от Дума. Очень интересное решение от Дума. Если он Нагу убьет, это будет здорово, но пока этим даже не пахнет. Дум получается там. По итогу Нага сирена выживает. Тем временем Фантомочка пытается убить хоть кого-то. Энигму нашли. Энигму бьют. Энигму выигрывает очень много времени. Нага использует иллюзии. Нага отступает. Размен 2 в 1. И Драгонайт довольный, радостный жизни. Ищет кого бы ему застанет. Понимает, что Венггу как-то не очень хочется убивать, но все остальные герои просто убежали. Я не понял, честно, Дума в Нагу, когда там Энигма. Я этого не понял. Нагу не убил. Сон она уже успела поражать. Энигма скастала блокхолл. Айсберг говорит, красава, братан. Дум на 10 из 10. И, возможно, вы помните тот самый ролик Лос БКБ-щика. И когда-то я все эти комбинации просматривал. Я пришел к такой схеме, что лучше БКБ сжать после сна. Потому что, если нажимается сон БКБ до сна, то вот эти два героя дерутся в БКБ. А остальные герои без БКБ стоят сзади и чилят. Ну, в данном случае чилят два саппорта. И лучше как-то вот подстро... Придумать... Ой, опасно. Получил стан. Получая спас. Его спрятал ШД. Он не может быть Айгис. Айгис забирает Драгонайт. Он нажимает на БКБ и думает, такого мне бить. А бить некого. А Дум думает, что, мы не бьем никого, лол? Ну, окей, пошел. В итоге ОД нажимает на БКБ на остальные герои уже без БКБ. ОД бьет. ОД нет ультимейта. Мага Сирена с Айгисом погибает. И теперь нужно убегать. Нужно убегать и спасаться всем, кто только может. Нужно убегать разные стороны в рассыпную. Забирают ШД. ОД не имеет ни Блинка, ни Форстаф. ОД прячет тролли. Но там имеется Драгон Найт с Блинк Даггером и вот этот должен погибнуть. Да, вот я здесь должен убегать. Вот. Вернусь к мысли, что идеально подстроить ситуацию так, чтобы Нага отжимала Сон и все нажимали на БКБ. Это идеальная ситуация. Или вариант номер два врываться в замес синхронно. Здесь мы видим, что короче, фигня получилась, потому что ворвался один герой БКБ, а ОД стоял сзади. БКБ закончилось у Фантома Ассасин, у Дума, они уже убегают, вот идут вперед и в принципе сложновато, ребятам. Видно, что сложновато. И видно, что вот сейчас нажимается на Сон. Нага уже убежала, хотя можно было быть чуть-чуть спереди. Она в принципе драться может. Тут триггера, алё. Ну, бей, бей, ты чё? Друг, бегает в фулл хп, посмотрите. 36 брони, там триггерой живы у него. У него там пацаны, там уже БКБшки закончились, он бегает, боится бить. Ну, осторожный, осторожный, да. А кто его знает? Друг Фантомочка там критулю даст? Или две критули? Всё же может быть, правильно? Всё может быть. Эх, в итоге имея грипы, гуд гейм, в плей. Ну, вообще ожидаемо, то есть, наконец-то гамбиты начали показывать хоть что-то. А, ну, флай ту мун, они, ну, они не фавориты, от них многого не ждут, и следовательно, ну, они играют как могут. может быть, может быть, когда-нибудь и получится, но пока гамбиты хороши, молодцы. Сыграли быстренько, пик классный, Артемий. молодец, напикал интересно. И вообще, респект. Респект, пацана. Надеюсь, что следующая карта будет такой же быстрой. Я очень на это надеюсь, потому что сегодня будет потом ещё одно быстро в 3, слишком много доты. На мой взгляд, нам не надо, нам нужно просто каким-то, не знаю, два противостояния супербыстрых, а потом одно суперэпичное. Так, чтобы не устать, чтобы осталось время на всё остальное, поэтому надеюсь на быстрое Best of 3 и порадую вас музыкальной рекламной паузой. Очень скоро вернусь. Аминь.